Хорошо, дела хорошо, все хорошо. Спасибо вам большое за поздравления на самом деле, приятно, я передала, еще вечером передам. На самом деле приятно, что вы пишете, комментируете и поздравляете, классно, здорово, мне приятно. Спасибо, но на дне рождения хочется быть не просто красоткой, а получше. Сколько лет М исполнилось? 37. Что подарила М? Я подарила блокнот, он меня попросил подарить блокнот специальный с гравировкой, с пауэрбанком, то есть кладешь на блокнот телефон, он заряжается, плюс там есть ручка и в замочке есть флешка. Он смеется, говорит, о, говорит, ты мне офис подарила переносной, короче, посмеялись. 37, я думала, он младше, ну мало ли что вы думали, ну как бы почти ровесники. Мне 35, ему 37 с половиной, с полтора года. Сколько вместе вы уже? Надо, я, знаете как, у нас не так много фотографий, то есть у нас много фотографий, но там, где, которые не выставишь. И для того, чтобы мне выставить пост о знакомстве, мне нужны фотографии, а у меня их нету, то есть у меня есть только фотки там, где, ну, как бы, которые нельзя выставлять. Я вот это вот, надо, короче, пофоткаться, чтобы я вам выложила пост с фотографией. Вот, вот, здравствуйте, привет, Саша, очень счастливая с ним. Ну, делает меня такой, где такой блокнот можно купить? Я его заказала, я увидела рекламу в Фейсбуке, позвонила, говорю, типа, мне, ну, недостаточно просто блокнота, да, говорю, мне нужна гравировка внутри, ну, то есть, что это от меня. Плюс я хочу логотип, который, как бы, сама придумала, то есть, чуть-чуть взяла с его фирмы кусочек и добавила М. И, в общем, получился такой своеобразный логотип. Вот, я, как бы, договаривалась, и я, мы в Вайбере переписывались, напишите мне в личку, я вам сброшу номер Вайбера, просто найду, и, как бы, можете заказать тоже. Очень счастливая, а, это я уже читала. Привет, Анти, и тебе настроение, и поздравления в этот день. Да, спасибо. Анют, поздравляю твоего молодого человека с днем рождения. Танюшечку, спасибо большое, пусть всегда будет здоров, богат и любит тебя, и носит на руках. Передам. Спасибо. Спасибо, Танюшечка, спасибо, дорогая. Ой, 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 куда-то. Интересная задумка, покажешь блокнот? Ну, я уже подарила, то есть, как бы, с утра, поэтому уже, он уже у него, а я уехала в салон, поэтому не покажу. Если вдруг мы где-то будем, и он будет с ним, надеюсь, что он будет им пользоваться, и он ему понравится, потому что он просил небольшой, и он такой небольшой, то я покажу. А, могу показать, я когда делала, получается, я вам в сторис, наверное, выложу, я делала, когда, ну, получается, логотип, короче, я имею в виду, что делала уже такое, как, ну, визуализация. Почему им не хочет показать лицо, а ты сама не против? Чего боится или кого? Ну, никого и ничего не боится, вот, просто есть на то причина. Как дела у вас с ремонтом? Давно не было видео. Ну, завтра сниму, вот, розетки завтра начнут делать, а что делать розетки? На следующей неделе начнут красить стены. Рабочие, вот сегодня должен был приехать рабочий, а он позвонил, говорит, я не могу, потому что я еще не сдал тот объект, на котором ранее работал. То есть, они же не сидят дома, они ждут только меня, да, то есть, как бы, они там работают, а теперь я жду их, вот. Так, все, вопросики закончились, пока закончились, я попью воду. Холодно. У меня есть еще 10 минут. Что, вопросов нет? Давайте тогда поговорим на какую-то тему. Привет, Раечка. На какую-то тему. В принципе, вообще, очень здорово выходить в прямой эфир с какой-то темой. То есть, пока, как погуляли. Хорошо, вчера просто пошли в кино, потом вернулись домой, поужинали. И не спать. С какой-то темой лучше всего выходить, потому что, чтобы не было вот этих вот пауз. Красивая сегодня вообще. Да ну ладно, я замученная, я не выспалась. И не накрашенная такая вся. Ну, спасибо, приятно. Его хорошо видно на фотографиях. Какие все любопытные. Такая счастливая, смотрю на тебя и сама улыбаюсь. Спасибо, приятно. Волосы отросли. Собираешься стричь или отращивать? Не знаю. У меня как раз вот эта вот фишка, ни туда, ни сюда, она меня бесит. Скажу вам честно, я не знаю, что с ними делать. Я в основном собираю, получается, вот так вот хвост. Ну, как бы, и хожу вот так вот. Оно вроде бы тоже неплохо. То есть, можно делать там всякие пучки. Можно делать с лентой. Ну, то есть, тоже можно сделать красиво. Но я не понимаю, или отпускать, или стричь. Не понимаю пока. Как все успевать? Ну, опять же, надо планировать. Планировать и расписывать свой день для того, чтобы успеть. То есть, не в голове держать, а именно сесть и с вечера расписать. Ну, у меня так. Что мне надо делать? Как измениться от того, что все увидят М? Главное, что они оба счастливы. Ну, это любопытство просто человеческое. Все мы в миру любопытны. Кто-то больше, кто-то меньше, как бы, и все. Я, ну, то есть, как бы, не показываю не потому, что создать там какую-то, я не знаю, интригу и тому подобное. Нет, ну, на это просто есть своя, как бы, причина, поэтому мы так решили, и все. А, как бы, я и так уже, в принципе, ну, там и так все видно. Да, вы правильно сказали. Так все видно, поэтому, как. Смотришь Марину Иванову из Италии? Не знаю, кто это. Так, отпускать, но, хотя и короткие тебе тоже очень идут. Я очень хочу длинные. Я просто не знаю, насколько мне хватит. Я хочу свои длинные волосы. Но они у меня в последнее время, тогда, когда я переехала, они испортились из-за стрессов. У меня начали попадать и ломаться, и внешний вид был не очень. Поэтому пришлось тридцать. С мамой своей познакомила? Да, уже давно. Еще в том году, как говорится, да, ну, осенью. Как там бывший? Успокоился? Нет. Вчера опять поругались, но уже по телефону. Говорит, что ты мне звонишь каждый день? Я поделаю, я говорю, это не поделаю. Ну, короче, там тоже такая история. Правильно, отращивая свою длину. Давайте вместе отпускать волосы. У меня та же длина. Давайте. Потому что, ну, не знаю, хочется. Хочется свои, как бы, длинные, но... Вы еще пользуете тем шампунем, крутым, про который рассказывали? Конечно, пользуюсь, там, литр. Пользуется Доминика, пользуюсь я, иногда даже гликолевым мою голову Димиду. Вот. И когда закончится, опять буду, как бы, покупать. Потому что я все-таки склоняюсь больше к косметике профессиональной. Ну, лично, просто есть у кого... А вот у меня именно волосы страдают от масс-маркета. Я как только начала пользоваться масс-маркетом, всегда же пользовалась Лендоном, всегда волосы были нормальные. Как начали присылать разные штуки, ну, как именно шампуни, бальзамы, начала пользоваться. Сначала вроде пользуешься классно, а потом со временем, вот если взять несколько лет, да, то волосы стали хуже. То ли от шампуней, то ли от стресса, потому что я переехала, у меня были жизненные такие моменты, о которых никто не знает. И, как бы, можно сказать, я осталась почти лысая. И теперь непонятно, то ли от масс-маркета, то ли от нервов. Ну, короче. Поэтому в любом случае я хочу дальше пользоваться профессиональной косметикой. Ну, вот. Привет, какой кофе любишь? Я люблю американо, разбавленный водой, то есть большой, ну, большая бодейка, чтобы много воды было. Пока замуж не выйдешь, будешь и не успокоиться. Вы знаете, дело, наверное, не в замужестве, потому что, ну, как бы, штамп в паспорте на самом деле ничего не меняет. Тут, наверное, что-то другое. Это надо ему просто, ну, жить своей, как бы, жизнью. Он пока не живет своей жизнью. Я искренне, он мне не чужой человек. Я искренне желаю ему счастья. Я хочу, чтобы он нашел женщину, которую бы полюбил, которая бы любила его, ну, правда. И, как бы, ну, как бы жил своей жизнью. Очень хочу. С имениником тебя. Спасибо. Ты совсем не знаешь, что у Доминки с папой какие сейчас отношения хорошие? Ну, да, я Нику не, ну, я детей не, как бы, не посвящаю, да, в наши с ним, как бы, взаимоотношения. Поэтому тут такая ситуация, что меньше знают, лучше спят. Это наши, как бы, взаимоотношения, это наша ситуация, а дети ни при чем. Ну, она, конечно, взрослая, она там некоторые вещи видит, но иногда я просто не могу ее уберечь от чего-либо. Как вам шубка теплая при минус такой температуре? Ну, как сказать, если одеть свитер и, может быть, какую-то жилетку, то при минусе нормально. Вот мы когда уехали, ветер жуткий дул, но я была в гольфе. Мне было тепло на самом деле. То есть она довольно неплохая, но она, знаете, какая, то есть она как пальто и как шуба, то есть такая, но не на прям минус-минус. Может быть, на минус 5, но это если вы будете в свитере, но не больше. Когда финиш, о, финиш, финиш, финиш. Торсунова слушаешь? Сейчас нет, мне больше сейчас заходит Сатья Дас, он больше с таким стёбом, с таким. Торсунов мне стал такой тошнотиком чуть-чуть. То есть, вот знаете, он так говорит занудно, что мне спать хочется. Мне сейчас более как бы динамичного чего-то хочется. Как вы познакомились с Сэм? Я напишу пост, на самом деле, очень интересно. На самом деле, очень банально и в то же время очень интересно. И сейчас мы когда сопоставляем, мы ржём, потому что он рассказывает со своей стороны. Я рассказываю со своей стороны, и это было очень, ну, ну, это прикольно. Мы очень часто возвращаемся к знакомству, к общению, к свиданиям и смеёмся. Аня, расскажи про ламинирование ресниц, портит оно ресницы или нет? Мне не портит. Самое интересное, да, шампуни какие-то там, волосы портят. А вот что касается ламинирования ресниц, мне наоборот хорошо. Мне понравилось, они стали плотнее. Такие прям, ну, что видите, я вчера была накрашена и забыла накрасить ресницы, потому что подумала, всё, макияж закончен. Потом такая, снимая сториз, такая, что-то не хватает. Точно, ресницы не накрасила. То есть настолько ботокс и ламинирование ресниц мне нравится, что я даже иногда забываю их красить. Так он был, жена. Девочки, я не хочу отвечать на эти вопросы, потому что, ну, как бы, всему своё время. Был, не был, какая разница? Что ты хочешь сделать у дома? Огород? Нет, конечно, какой огород. Газон, трава, и всё, и туи. Привет, красотка. Ой, приятно. С днём рождения тебя. Ну, это ж не у меня день рождения, это он день рождения. Сохранить эфир. Хорошо. Да, мама уехала. Значит, был. Он сейчас женат и разводится? Нет. Девочки, то, что я не показываю лицо, это не говорит о том, что он женат, или он был женат, или он женат и разводится, или там кто-то смеялся, наприкалывался, да, типа там, что он какой-то там другой национальный. Не придумывайте, на самом деле. Ну, просто, просто пока так. Когда покажешь М, в директе не отвечаешь. Я не вижу твоей сообщения, правда. Как зовут М, откройте секрет? Открою. Нет, с родителями не знакомо. Я боюсь, скажу честно. Потому что каждая мама, она, ну, мне так кажется, каждой маме будет всё равно что-то не то, потому что это любимый сыночек, и как? Нет, я не хочу. Он младше тебя? Нет, он старше меня. Ему сегодня исполнилось 37 лет. Твой самый любимый мужской аромат. Самый мой любимый мужской аромат, это как пахнет М. На самом деле я кайфую. Если брать из парфюмов, мне нравится ниша, но опять же, на ком? На мужчине один аромат может звучать по одному, а на женщине по другому, потому что это унисексы. Но если взять, например, банальный какой-то, да, аромат, возьмём люкс, да, то мне нравится Шанель в чёрной этой банке, боже, вылетело из головы, как его название. Имя на М? Нет. Нет, он не живёт с родителями. Нет, не зовут на букву я. Да, у меня были хорошие отношения с бывшей свекровью. Во-первых, она была далеко, но даже если была недалеко, то всё равно. Она абстрагировалась. То есть она говорит, вы как бы своя семья, и я туда не лезу, сами разбирайтесь. Это раз. Второе. Нянчить индуков она никогда не хотела. Она сказала, вы детей родились для себя, вот тоже сами воспитывайте. Ну, то есть как бы и вот в этом плане вообще красота была. Диор, своя, ж... Не-не-нет, именно Шанель в чёрной... Чёрная банка, мужской аромат, я забыла. Я не устраиваю интриги. Я просто некоторые вещи пока не готова рассказать. Ну, как бы, и не могу пока рассказать. А это не интрига. Это просто вы так воспринимаете, что вы не знаете. Я-то знаю, для меня это как бы ок. Но, как вам сказать, можно было вообще ничего не рассказывать. Но мне там девочки сказали, говорит, Ань, так тоже нечестно, потому что ты блогер не бьюти. Ты блогер не просто мама, да. У тебя всё обо всём. И как бы у тебя раньше был муж, да, типа, и ты как бы всё показывала и рассказывала. А потом, получается, как бы ты развелась, и потом, типа, скрываешь свою личную жизнь. Говорит, это твоё право, но это нечестно, типа, по отношению к нам. Тогда тоже, ну, как бы делись. Потому что... Ну, я, в принципе, понимаю, что мне много очень девочек пишут писем по поводу того, типа, что они не верят, что есть жизнь после развода. И, как бы, я говорю, окей. И получается, что таким образом, в какой-то мере, да, как бы для некоторых... Я всё-таки вселяю надежду, что, ну, это для... Как вам сказать? Для кого-то это, типа, ну, ничего такого. А для некоторых это как соломинка, да. Типа, ага, у неё есть двумя детьми, да, как бы личная жизнь после развода. И у меня, значит, может быть. Потому что многие, реально я вам говорю, многие пишут, говорят, это нереально. Вот я боюсь, например, там развестись, потому что я вот там не люблю... Некоторая даже... Ну, там девочка написала, как я его ненавижу. Я не могу с ним находиться вместе дома, но я не могу развестись, потому что кому я нужна с детьми. То есть представьте, насколько. И вот своим примером я показываю, что не надо, не надо так жить. Не мучайте себя. Вот. Блю, точно. Помоим, блю. Или нет, или нет. Сейчас буду гуглить. Алюр, нет. Алюр Спорт Чанель, нет. А вас не злило, что не помогают с детьми? Нет. Вообще нет. Я даже рада была. Из-за мужа не хочешь всё приоткрыть? Спасибо. Да. Да. Не готова. Правда, не готова. Ну, как бы, я очень хочу, чтобы у него появилась личная жизнь. Я очень хочу, чтобы... Я заблокировала где могла, но... Можно зайти в Инстаграм и с ноутбука, да, и не регистр... Ну, как бы, не с телефона, не регистрируясь, да. То есть, так же... Ну, короче, это всё очень сложно. Оно с виду кажется вроде как легко, но это не легко, правда. У вас есть проблемы с пушистостью волос? Нет. Особенно, когда растут новые маленькие волосики, торчат как... Они торчат, но они мне не парят, если честно. Ну, торчат и торчат. Я в этом плане более спокойная. То есть, они у меня ровные. Вот я вчера помыла голову, и всё. Ну, как бы, вот. Но когда торчат, как бы, есть такой спрей, он стоит вообще понты, по-моему, я не знаю, там, в районе 70 гривен, с кератином. Побрызгала, они так как полегли? Шанель эгоиста. Нет. Не, не эгоист, как-то по-другому. На Блю похоже, но, по-моему, не Блю. Что, правда, да, Блю? Ну, может быть. Не помню. Вот этот запах мне очень нравится. Как относитесь к игрушкам для двоих? Хорошо. А вы хотите замуж, или вам нравится встречаться? Мне нравится встречаться. Понимаете, тут другая ситуация. Я не говорю, что замуж плохо, а встречаться хорошо. Я не говорю, что хорошо встречаться, плохо замуж, да. То есть я... Муж не ревнует, сынок, эм, ревнует. Губки сдулись чуть. Наверное. Наверное. Я не замечаю. Лучше тебя Дима не найдет. Это факт. Но в любом случае я уже все. Родители не обязаны помогать с детьми по желанию. Я тоже буду такой бабушка. Я, кстати, Нике тоже сказала. Говорю, Ника, захочу, помогу. Не захочу, не помогу. Поэтому не надо меня напрягать. Ань, привет, какие коврики у тебя в машине? Просто ищу хорошего качества. Коврики внизу, ну, эти обычные резиновые, которые были, уже нету. Была у него и нету. Ну, по крайней мере, сейчас вроде бы нет. Я не знаю. Мы уже не общаемся на такие темы. Прям совсем не знаю. Вообще. Я стараюсь вообще сейчас абстрагироваться полностью. Ой, вот этого не надо. Я вас умоляю. Меня это начинает только бесить, когда говорят о том, что я надеюсь, что семья воссоединится. Нету семьи, мы развелись. Ребята, ну, я не люблю этого человека. Я от него очень много плакала. Я не хочу. Для чего мне желать воссоединения с человеком, от которого я была несчастна? Ну, для чего? Я не понимаю. Какие витамины дают димиду? Я даю ему омегу и даю ему, получается, биогайо с витамином D. А не что-то казамоченное. Не спала ночью. К психологу не ходила. Ходила, когда родила, но не к психологу, я сразу пошла к психотерапевту. Боялась за жизнёмки. Не факт, что в жизни бывает. Бывает, что прошлое, если оно было настоящим, то не поняла. Всё будет хорошо, не забудьте Санютка. Ну, просто реально бесит. Особенно, знаете, когда пишут в этом, в Ютьюбе ещё. Ну, блин, у меня так, это просто меня вот так вот, меня типа. У меня есть на то причина, понимаете? То есть, как бы, ну, я сейчас счастливая. Тогда я просто плакала. Я просто сохраняла семью из-за детей. Ну, как бы. И верила в то, что нет, я всё смогу, у меня всё получится, я всё смогу. Да не может человек, если второй человек не может этого сделать тоже. Ну, то есть, я имею в виду, для семьи надо двое. Кара пропустила 20 минут эфира. Блин, мне надо бежать, через 2 минуты у меня запись к мастерам. Спасибо, всем хорошего дня и настроения. Всем пока. Я побежала. Спасибо.